Добрый вечер! Сегодня будет вторая лекция по компьютерному зрению и сегодня мы поговорим про свертку и фильтрацию. Вообще понятие свертка это достаточно важное понятие в компьютерном зрении. Более того, все знают прекрасно про сверточные нейронные сети и как раз таки без понимания, что такое операция свертка, понять, что такое сверточные нейронные сети, в общем-то нельзя. На самом деле это достаточно понятная, очень понятная операция и вот как раз таки сегодня мы с ней и познакомимся. Ну а потом посмотрим, как можно выполнять фильтрацию изображения. План занятия сегодня. Говорим про свертку, про фильтрацию, после мы посмотрим, как можно фильтровать изображение и еще рассмотрим одну интересную задачу по выделению цвета на картинке. Немножечко повторим, что же у нас было. Что такое вообще изображение? Это матрица, матрица чисел. Соответственно, если это у нас картинка будет RGB, то соответственно у нас будет три матрицы и они будут накладываться и тем самым будет даваться большое многообразие цветов, которые присутствуют. Ну и теперь поговорим про свертку. Вот у нас есть входное изображение. Это вот какая-то небольшая область размером 3х3. И у нас есть матрица, которая бегает по вот этому изображению. То есть смотрите, вот у нас есть вот эта область, предположим здесь 3х3. Мы берем, точнее, картинку 3х3. У нас фильтр свертки тоже 3х3. И мы вот здесь, над этими вот пикселями, производим некоторые вычисления. Какие же это вычисления? Вот давайте разбираться. Во-первых, вот эта матрица, она, в общем-то, изначально задается и она может быть только такой, никакой другой быть не может. Какая это матрица, почему именно такая, какие бы и бывают, это мы чуть попозже с вами рассмотрим. А сейчас берем вот эту вот матрицу и что мы делаем? Чтобы вычислить как раз-таки непосредственно одно значение пикселя. При этом в данном случае будет вычислено именно вот это значение пикселя. То есть, опираясь на значение соседей, мы вычисляем, какой пиксель будет здесь. Операция фильтрации, это операция низкого уровня, где мы преобразуем картинку в картинку. Это, так сказать, ссылка к первой лекции. Вот, то есть, мы на вход картинку получаем, на выход картинку, то есть, вот эти 84 должны будут преобразоваться в какое-то другое число. Вот сейчас вычислим. А мы с вами берем 12, умножаем на 0,5. Вот здесь, в общем-то, показано. Дальше берем 14, умножаем на 0,75. И вот так мы идем непосредственно поэлементно. То есть, здесь не перемношение матриц по правилам, столбец на строку, а вот именно поэлементное умножение. И все это дело складывается, 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 складывается. Получается, а дальше делится на сумму вот этих вот элементов. Вот если все вот это просуммировать, то мы получим 6. И вот это число делится, вот это большое число, деленное на 6, мы получаем в результате 32 и так далее. Ну, мы тут берем только целую часть, поэтому это будет 32. Соответственно, вот на это место будет записано число 32. А дальше, соответственно, наше окошечко подвинется дальше. То есть, мы вот этим окошком будем вот так тут бегать по изображению. И тем самым мы получим новое изображение. Вот это вот и есть та самая простая достаточная операция свертки. Нет, это не упрощение изображения, ни в коем случае. Мы его сглаживаем. Мы в случае операции фильтрации, мы как бы убираем детали. Можем убрать детали. Если сильно большой фильтр, то мы можем, в принципе, сгладить, что изображение будет одинаково. Ну, не то, что одинаково, но без вот этих вот четких границ, вот эти все границы, они все это будут сглажены. Это вот такая вот операция. Но вообще мы сейчас, это вот непосредственно вот к этому примеру. Именно вот к вопросу свертки. То есть свертка здесь получается вот на примере фильтрации идет. Да, мы сначала получаем один пиксель, но у нас что получается? У нас, вот мы взяли вот эту матрицу и вычислили вот этот вот пиксель, вот этот вот, который вот здесь. Потом мы подвинули и получается, что вычисляем тот, который вот здесь вот. До этого мы вышли соседний пиксель. Ну, у меня, может быть, тут рамочка не очень хорошо нарисована, но в целом мы получаем вот так попиксельно вычисляем. Соответственно, следующее смещение этой большой зеленой рамки будет, даст нам вот этот пиксель. Потом вот этот пиксель. И так далее, так далее, так далее, так далее. Он идет, 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 идет. И дальше вниз пошел. То есть на вход у нас изображение, на выходе у нас изображение. Давайте еще раз объясню, чтобы было все еще раз понятнее. Итак, операция свертки. У нас есть изображение. Вот оно исходное. Мы берем ядро свертки. Ядро может быть разного размера. Мы сейчас рассматриваем размер 3х3. Вот тут, предположим, вот здесь мы захватили вот этим вот 3 пикселя. Вот это рамочка. И нам надо понять, какая математическая операция вот здесь вот лежит, чтобы мы вычислили один пиксель. То есть мы, зная пиксели вот эти вот вокруг, вот эти вот вокруг пиксели, мы вычисляем один пиксель, который находится вот здесь по центру. Так вот, какая операция там лежит. Это операция свертки. Мы можем взять, в общем-то, любой фильтр. Ну, то есть вот этот фильтр, он заранее известен, он задан. Мы его не придумали, мы вот его взяли и все. Что мы тут делаем? Мы вычисляем, получается, вместо 84 мы должны получить новое значение. Какая математика здесь? Мы поэлементируем все пиксели, то есть 12 на 0,5, 14 на 0,75 и складываем все это дело. То есть вот это вот здесь вот записано. 43, вот последнее умножаем также на 0,5. Дальше, чтобы яркость пикселя не изменилась, мы делим все это на сумму вот этих элементов матрицы, матрицы ядра фильтра. То есть 0,5 плюс 0,75 плюс 0,5 и так далее получается 6. Вот получается вот этот результат. Мы делим на 6 и получаем 32. Ну, понятное дело, вот эту дробную часть мы отбрасываем, потому что у нас здесь пиксели, они у нас целочисленные. Соответственно, вместо 84 мы с вами будем получены, записываем 32. Вот это вот операция свертки. Очень надеюсь, что это вам было понятно. Вот, ну и вот таким образом мы бежим по изображению. Бежим, 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 бежим. И все классно, здорово. То есть здесь вот мы вычли вот этот пиксель. Рамочка передвинулась на один пиксель, мы еще один вычли, на еще один передвинулась еще один. И мы вот так пробегаем по изображению. Тут вот очень интересный вопрос может возникнуть. А что мы вот делаем вот с этими пикселями? Вот с этими вот пикселем, что мы делаем? Как мы с ними поступаем? Вот с этим пикселем. То есть все краевые пиксели, как мы действуем с ними? Смотрите, здесь все очень просто. Изображение можно расширить. То есть мы как делаем? Мы расширяем изображение. Мы хотим, вот у нас приходит вот это изображение, не знаю, условно. 200 на 200. И мы хотим сделать из этого 200 на 200 тоже 200 на 200. Для того, чтобы у нас вот эта операция прошла успешно, то есть у нас рамка в общем случае может попасть куда-то вот сюда. Вот допустим, так сейчас я немножко перерисую ее. Вот она может попасть вот сюда. Вот нам нужно вычислить значение вот этого пикселя. Вот этого, да, вот этого пикселя, как у нас будет вот именно вот для краевого случая, как у нас рамочка вот эта ляжет. То есть у нас как будет? У нас вот тут будет 4. Вот так пикселя будет. Вот, да, но тут такие пиксели не очень большие получились, но сама суть такая, что вот у нас все та же 3 на 3. И мы вот этот пиксель вычисляем, чтобы вычислить, у нас тут уже нет. Никаких значений. Мы, соответственно, можем расширить изображение. Либо мы сюда нули просто прописываем. В само расширенное изображение мы прописываем нули. Ну и эти нули мы умножаем, соответственно, на те числа, которые у нас лежат в ядре нашей сверки. То есть в данном случае будет 0,5 умножить на 0, плюс вот этот 0,75 на 0, ну и так далее. Идея, я думаю, уже понятна. И так далее, так далее. И мы получаем, соответственно, значение вот этого пикселя, который вот здесь. Ну и дальше вот эта рамочка, она двигается. Тут то же самое будет. Вот этот пиксель мы, соответственно, также вычисляем. Вот это мы расширяем. Расширять можно еще и это. Зеркально отображая вот эти пиксели вот сюда вот. Мы их можем вот так зеркально отобразить. Тут будет, ну, условно, 50, значит, тут тоже будет 50. Либо, соответственно, миллион там прописать. Вот. Это что касается краевых случаев. Так, еще раз повторяем. Ну и теперь, смотрите, фильтрация изображения. Зачем она вообще нужна? И какие вообще... Почему на изображении появляется какой-то шум? И зачем от него нужно избавляться? Первое, это причина возникновения шума. Линзы у нас не идеальные. Там могут быть дисторсии, эрозии и прочие-прочие вещи. И вообще, чтобы работать хорошо с камерой, нужно ее сначала откалибровать. Про калибровку мы с вами позже поговорим. Вот. Вторая, это камера у нас цифровая. Она может шуметь. Соответственно, эти шумы могут передаваться на наше изображение. Ну и сама поверхность, на которую смотрит камера, она тоже может иметь какие-то блики, какой-то засвет, еще какие-то моменты. То есть, в целом, на самом изображении, подкидывать даже первые два пункта, может тоже что-то вот такое, что может нам помешать хорошо работать с изображением. Ну и поэтому, в общем-то, было разработано достаточно большое мегабаразие различных фильтров для, так сказать, разных случаев в жизни. Первый фильтр, он, в общем-то, очень простой. Это просто сглаживание. Просто сглаживание нашего изображения. У нас, получается, есть ядро. Тут мы можем посмотреть, как у нас как раз-таки записываются NumPy Array. Размер ядра мы вот здесь задаем 5 на 5. Указываем тип. Ну и для того, чтобы у нас не происходило увеличение яркости пикселя, мы делим на 25. Потому что у нас once, это у нас единички. То есть фильтры вот так себя будут представлять все единички. А, только вот единственное что, это я 3 на 3 изобразил фильтр, а у нас будет 5 на 5, ну единичек будет, соответственно, больше. И вот таким фильтром мы можем с помощью функции фильтр 2D пробежаться по изображению. Вот у нас исходное изображение. Здесь у нас наш фильтр, который у нас задан вверху. И минус 1, это говорит о том, что глубина цвета у нас будет такая же, как и у исходного изображения. Как правило, мы кодируем 1 пиксель, 2 в 8. То есть у нас пиксель принимает значения от 0 до 255. Ну или же 2 в 8. Вот. Или есть такая же эквивалентная операция. Функция blur. Мы говорим изображение и 5 на 5 фильтр указываем. Это то же самое, что и вверху. Это вот они прям эквивалентны. Вот. Это простой фильтр. Ну, так сказать, простой фильтр. Следующий у нас это фильтр Гаусса. И что у нас здесь есть? Ну, как известно, мы вспоминаем физику и так далее и тому подобное. Распределение Гаусса. Это вот такая вот замечательная такое замечательное распределение, которое у нас куда-то смещается. Вот. Вот этот разброс. Вот этот эпсилон у нас есть. Ну, это у нас, я сейчас рисую для одномерного случая. Вот у нас х. Вот такое у нас распределение. В данном же случае у нас будет 2D распределение. Ну, то есть поверхность будет трехмерный функций. Не двумерный, как я еще нарисовал, а именно трехмерный. Это вот для, непосредственно для изменить, для этого, как его, для при работе с изображением делается таким образом. Ну, и сам фильтр. Мы, в принципе, с ним уже сталкивались. Вот он здесь записан. Тут могут быть немножко там разные числа. У нас в том примере были немножко другие числа, но в целом, по-моему, там были другие, да. Но в целом это особое значение не имеет. Вот этот фильтр, он вот так задается. Пробегаем по изображению, и как бы все готово. Тут вот нарисован фильтр 3х3. Соответственно, здесь я использовал там фильтр 5х5 в примере. Вот. Ну, и также здесь есть коэффициент нормирования, чтобы яркость у нас не поменялась. Вот. Гауссовская фильтрация достаточно часто используется. В общем, ну, где я там... Это один из тех фильтров, которые я в основном применяю. Ну, вот с этими параметрами, там, использовать 5х5 или 3х3, это тут нужно посмотреть по результатам. То есть вы запускаете там сначала 5х5, смотрите результат. Ну, допустим, понравился или нет. Там взяли 7х7, запустили. О, чуть-чуть получше. Запустили там 9х9. О, стало хуже. Значит, остаемся с размером 7х7. Вот. Как-то так. На практике это будет вот так как-то работать. Меняем вот эти параметры. И смотрим результат. В основном мы настроили этот параметр там. И все. И больше его не трогаем. Вот. Это все были примеры линейных фильтров. Теперь поговорим с вами про один нелинейный фильтр. Это медианный фильтр. А как он работает? Он работает немного по-другому. У нас также есть, ну, изображение, вот, часть изображения. И мы что делаем? Мы вот эти вот пиксели раз, ну, просто вот так встраиваем их в ряд. Столбик такой. Потом мы выполняем сортировку этого дела. А после мы берем среднее значение пикселя. Вот еще не среднее значение, а именно средний элемент. То есть, смотрите, у нас вот шестерка. Четыре сверху, четыре снизу. Это именно середина. Соответственно, на выходе будет шесть. Соответственно, вместо вот там, где пять написано, у нас будет число шесть. Вот. Ну, и дальше эта рамочка съезжает. Как мы здесь видим, у нас тут на вход приходит изображение и всего одно число. Вот это число. Вот для данного примера тут было бы, конечно, правильно указать число три. Потому что у нас тут три на три получается рамочка. И она в другой быть не может. Она не может быть четыре на четыре там. Именно четным числом она не может быть. Она может быть только нечетным. Потому что если будет четное число, то есть, допустим, ста трех не будет, то у нас получается середина это вот это вот. А это как бы это не число. То есть, у нас тут четыре и тут четыре было бы. Поэтому здесь только указываем нечетные числа. Вот. Иначе он просто будет ругаться. Но мы можем потом с вами поиграть с этими вещами. Посмотреть, как он, как этому не понравится. Другой пример. Билатеральный фильтр. Фильтр – это достаточно сложный фильтр. Используется таким образом. Ну, я в математику не погружался. Просто знайте, что, в общем-то, он есть. Мы можете им попробовать воспользоваться. Но если вы полезете заниматься, то я думаю, что на сайте OpenCV вы сможете найти, какие параметры он принимает. И как он работает, если вам нужно будет погрузиться в детали работы этого фильтра. Он, в общем-то, тоже дает хорошие результаты. Но я его ни разу не использовал в своей практике. Вот. Дополнительное чтение есть по ссылке в статье на хабре. Плюс туториалы на OpenCV. Который я вам на первой лекции давал. Тоже хорошее. Давайте что-нибудь пофильтруем. У нас тут есть Pichar. У нас есть замечательная фотография. Которую мы до этого с вами запускали. Вот. Давайте вот это изображение пофильтруем с вами. Для начала мы с вами... Сейчас я начну тут, в общем, убирать все, что нам не нужно. Вот это нам понадобится. Процедура EXIT нужна для того, чтобы, в общем, после нее, здесь этот код не будет выполняться. Чтобы его не комментировать, я вот так сделаю. Так. Операция, вот видите, Ctrl-X, у нас, соответственно, удаляет строчку. Сейчас мы код почистим немножко. Вы пока можете записать, запустить там Pichar или еще что-то. У нас сейчас будет не очень длинная практика. Да, классно. А, единственное, что вот, да. Вот это мы с вами не будем делать. Мы не будем его переводить в формат HTV. Вот таким изображением будем играть. Значит, мы с вами исходное изображение возьмем и будем фильтровать. CV2. Я для скорости Поппировать изображение у нас члена. Дальше мы указываем размер фильтра. 5 на 5, допустим. И вот эту сигму, 0. Теперь, если я нажму на Ctrl-D, он скопирует вот эту строчку. Изображение будет. И смотрите, вот здесь они должны быть разные названия. Это даже не то, чтобы... Ну, логично это тоже понятно. Но и кроме логично, кроме логики, конечно, еще то, что у вас откроется всего одно окно, если бы они были одинаковые, и вы не увидите результат полный. Вот у нас, соответственно, видите, Лена, которая просто, и Лена, которая вот у нас, получается, выполнена сглаженной. Давайте с вами вот здесь попробуем, допустим, поставить 4 на 4, посмотрим, что будет. Видите, выпала ошибка. Он тоже не хочет работать с фильтрами. Вот у нас 3 на 3 понятный фильтр. И у него, у этого фильтра 3 на 3 будет понятен центр. А у этого фильтра 4 на 4, центра нет. Поэтому тут тоже нельзя указывать. А это нечетные числа. Только... Ой, наоборот, только нечетные числа, и можно четные указывать нельзя. Вот. Ну, тут можно, в принципе, поиграть, посмотреть на разные результаты. Поставить 9 на 9. Сдавать этот код. Ну, какой-то слой будете код писать. Но без понимания того, что вот тут написано, вы не сможете написать свой код. Будет задача. Сдачки будут. Да, я сегодня вам дам еще одну задачу. Помимо крысиков, нольков. Итак. Хорошо, с голосом поиграли. Давайте медианный фильтр попробуем. Я не помню, как они там полностью пишутся, поэтому я буду копировать из презентации. Так. Имидж Лена. Эта строчка я добавляю. И нам нужно показать. Будет этот фильтр. Результат. Вот. Ну и так. Сейчас мы это как-нибудь вот так расположим. В принципе, весь код вам виден. Давайте. Чуть-чуть его сделаем покомпактней. Вот такой вот, в общем, код. Да, он весь у вас влезает. Тут пару строчек с него. Вот у нас оригинальное изображение. Медианная фильтрация. И гауссовая фильтрация. Медианная фильтрация хорошо работает, когда у нас есть выбитые пиксели, так сказать. У нас, предположим, есть нормальные изображения. И тут бах, какой-то пиксель выбился. Вот, допустим, какой-то. Совсем какое-то неадекватное значение имеет. И вот если вот такое вот будет, непонятное, то фильтр гауссов сработает с таким вот изображением хуже, которое вот именно такое выбитые пиксели, скажем так. Засвеченные пиксели. А вот медианный фильтр, с ним лучше справится. То есть тут вот надо вот опять-таки варьировать это дело. У них есть небольшие тонкости, небольшие особенности. У этих фильтров. Дальше, смотрите, еще такой момент. Соответственно, фильтр гаусса. Вот мы сейчас подавали ему на вход цветное изображение. То есть, по сути дела, что происходит? Он трижды фильтрует изображение наше. Он сначала фильтрует красный канал, потом зеленый канал, потом синий канал. Потом это все дело лепит вместе. То же самое происходит с медианным фильтром. Вот. Это вот так работает. Если с цветными изображениями. Если у вас изображение в оттенках серого, понятное дело, он работает только с одним каналом. Потому что у нас сегодня. Ну, если это понятно, то здорово. Тогда едем. О, 0-9. Ну, это почти понятно. Это уже хорошо. Это уже близко. Близко к пониманию. Вот. Так, ладно. У нас есть уже два человека, у которых есть, чем можно будет спросить другим. Едем дальше. Наполнительное чтение. Давайте с вами поговорим про производную. Да и не то, что про производную поговорим, а еще и включим непосредственно вычисление производной в изображениях. Для начала с вами вспомним вот такую замечательную формулку. f3 от x. Это у нас f от x минус f от x минус 1 делен на единичку. Это у нас, по сути дела, производная, именно дискретный случай от производной. И тут у нас, как бы так, есть три разных варианта. А сейчас мы рассматриваем с вами для простоты 1d случай, так сказать. То есть, когда у нас есть вектор. Вот этот вектор f от x мы сейчас будем с вами дифференцировать. Очень просто это делается. Давайте разбираться как. Есть, во-первых, три варианта. Это backward difference. Это когда у нас получается производная вычисляется ну как от предыдущего значения. Потом предыдущего от будущего, от следующего значения forward difference и центральная производная. Вот давайте сейчас посмотрим, как это сделать на примере forward difference. Давайте рассуждать. Смотрите, мы берем с вами два числа. 10 и 15. 10 у нас f от x. 15 у нас это f от x плюс 1. При x равном единице. Ну, соответственно, единица у нас это вот здесь, вот сюда смотрит. Ну, или нулю. Если мы, так сказать, с точки зрения программирования, говорим, то типа 0. Ну, с нуля у нас в основном начинается нумерация. Вот, ну и что же будет? 10 минус 15 будет минус 5. Дальше вот это вот окошечко едет дальше. Вычисляем 5. Дальше это окошко едет, получая 0. Тадам, вот и все. Производная вычислила. Давайте еще разочек. Как она вычисляется? Рассматриваем только вот этот пример. Для других будет, ну, там логика такая же. Я рассматриваю именно этот пример. Соответственно, f от x равен 10, f от x плюс 1 равен 15. Получаю минус 5. Потом мы вычисляем 15 и 10. Вот эти. Ну, окошко передвинулось. 5 получается. И потом получается, соответственно, 0. Зачем нам нужна производная, мы сейчас с вами поймем. Очень надеюсь, что этот пример понятен. Теперь едем дальше. А как же производная вычисляется для изображения? Вот у нас вот такое изображение есть. Вот у нас, соответственно, есть пиксель центральный. Вот какое значение вот на это место 10 нужно будет поставить, зная, соответственно, вот эту матрицу. То есть, ну, зная, соответственно, вот эта матрица у нас, которая вычисляется, это f от x. Мы сейчас для f от x это сделаем. Вот, ну, смотрите. 10 умножаем на минус 1. Получается минус 10. Вот, дальше складываем. 0 на 10 будет 0. Дальше опять складываем. 1 на 20 будет 20. Едем дальше. Тут та же самая логика. Вот, ну, здесь понятно у нас. Будет опять то же самое. минус 10 плюс 20. Короче, это нам даст 10. Тут у нас тоже будет 10. Тут тоже будет 10. Все это мы сложим. Будет 30. Делим на 3. Получаем на выходе, красном рисую, на выходе из этого всего счастья получается 10. Вот и все. Все же просто. Какая здесь логика была? Логика та же самая, когда у нас свертка работает. Просто у нас при производной другой фильтр. Вот и все. А так та же самая логика идет. И вот мы с вами получаем вот такой результат. Соответственно, вот эти 10, вот это вот эти вот 10. Потом это все смещается, ну и так далее. Вот тут я сделал небольшую паузу. Мы сейчас с вами вычислили производную по оси Х. Также действует производная по оси Y. Те же самые значения. Мы с вами нашли производную по оси Х. По оси Y это просто есть тоже в отборность вычислить. Просто на слайде я ее, соответственно, вот представил. Но она, да, она не использовалась. Ну, можно и так сказать. Это, конечно, не совсем фильтр. Но там в любом случае опять-таки идет операция свертки. С производной мы разобрались, большие молодцы. И вот вопрос, что же нам дает впечатление производную? Зачем мы все делаем? Ну, было у нас изображение, ну, классно было, все хорошо, супер здорово и понятно, и без изображений, без всяких там производных все было понятно. А тут оно, бах, появилась какая-то производная. Смотрите. Производная нам нужна для одной простой вещи. Она позволяет нам найти резкий перепад в яркости. Сейчас, небольшая пауза. Зачем нам нужен яркий перепад и где он возникает? Он возникает там, где у нас граница. Идем, значит, к нашему прекрасной Лене. Где у нас будет этот перепад? Вот здесь он будет так. Вот здесь будет вот этот перепад. Вот тут он наблюдается, этот перепад яркости по границам. То есть, вот эту шляпу можно будет найти каким-то образом. По крайней мере, увидев границу, мы сможем это найти. Вот тут вот зеркало тоже будет этот перепад. Ну и так далее. это все будет. Будет, соответственно, виден перепад яркости. Вот за этим нам и нужна производная. Ну и дальше вот я представил, соответственно, вот такой фильтр. Люди начали, соответственно, с этим играть. Давайте попробуем, допустим, вот такой фильтр использовать. Что это нам даст? Это нам даст, в общем-то, фильтр и видите, у нас здесь есть собит x и собит y. И вот здесь мы указываем это. То есть, вот здесь есть вот эти два числа. И у нас вот тут идет x, а вот здесь y. Если по x, значит, единичка стоит, а по y не будет. Тут, соответственно, бро. Ну, тут размер фильтра указан. это у нас глубиной цвета параметр за этот должен отвечать. Вроде бы как. Сами матрицы, соответственно, представлено вот здесь. Но это для случая 3 на 3. Тут у меня пятерка стоит. Это, соответственно, не для случая 5 на 5. Ну, в целом, не имея какого-либо супер значения. соответственно, фильтр по оси x ищет вертикальные линии, а этот у нас ищет горизонтальные линии. Простенько и со вкусом. Есть другой фильтр, фильтр лапласа. Это вторая производная изображения. Ядро у нее вот такое вот, как мы вот здесь видим. Логика в общем-то то же самое. Только вторая производная. А так, в принципе, мы за одно вычисление все происходит. Давайте быстренько медианый и такое фильтр мы с ним разобрались. Сейчас мы закомментируем было неполучно. точка. На вход нам приходит изображение. А, да, мы же тогда, кстати, с вами меняли цвет, чтобы вам было лучше видно. Говорили, что с белым будет лучше видно. вот так, кто тут нет. Вот, так, получше, да, видно, ребят? Где вам лучше видно? горизонтальные линии выделить. Здорово. Здорово. Как бы вот так распустим. Вот, и мы выделили выделили с вами горизонтальные линии. Но, как видно, ну, результат не прям такой идеальный, не прям супер-пупер хороший. Мы потом с вами поговорим сегодня про выделение границ. Один из самых таких хороших угаринов, который позволяет это делать очень хорошо. Просмотрим его подробненько, там прям по шагам. Вот. Ну, и давайте посмотрим это H6 по оси точнее X. И вот то же самое только по Y. Как я уже говорил, меняем. Ну, давайте тут по X мы смотрели, сейчас посмотрим по Y. Вот, видите? изображение явно изменилось. Ну, давайте посмотрим L'Opast да, конечно, еще было бы здорово эти вот вещи менять. Я это, наверное, сейчас так и сделаю, чтобы прям было все хорошо. L'Opast L'Opast какой замечательный получился, да? Вот, те параметры, которые мы передаем функции, это не все параметры. То есть, можно, соответственно, посмотреть, какие еще параметры есть в том же фильтре L'Opast. L'Opast Вот мы и, в принципе, нашли границы. Думаю, это понятно. Сейчас с вами поговорим про морфологическую трансформацию. Где и зачем она нужна? И с какими изображениями она работает? Первое, с какими изображениями она работает, это непосредственно изображения, которые у нас бинарные. То есть, пиксели имеют два значения. 0 и 255. Только вот эти два значения. Вот здесь пример такого изображения. У нас, соответственно, вот есть белая область. Тут у нас значение 255, значение всех пикселей в белой области. а значение вот здесь вот у нас, соответственно, 0. Вот. Два значения. Могут быть это бинарное изображение. Зачем нужны такие бинарные изображения? Предположим, мы с вами ищем что-то, что-то хотим найти. Сегодня мы это будем делать. Будем искать, допустим, синий цвет на изображении. И нам нужно наложить маску, так сказать. То есть мы находим на изображении накладываем маску, где белые пиксели это интересующая нас область. А черные пиксели это, соответственно, область, которая нам не интересна. Сегодня практически примерно на эту тему будет. Так вот, как она работает и какие вообще есть операции морфологической трансформации? Это, соответственно, эрозия, делотация, открытие и закрытие. Слова вообще непонятны. А открытие и закрытие объясняется через первые два непонятные слова. Поэтому будем с ними разбираться поподробнее. Итак, первое, с чего мы начнем, это с эрозии. Эрозия нам позволяет уменьшить вот это изображение. может нам убрать шумы. То есть, вот смотрите, у нас вот есть изображение вот такое вот, вот с этими белыми штуками какими-то непонятные. Они нам не нужны, мы хотим их убрать. И как раз таки операция эрозии, она их убирает, удаляет. Как она работает? у нас есть с вами опять-таки, конечно, куда же без этого, есть вот такой фильтр. И мы вот этот фильтр накладываем с вами на изображение. И также мы работаем с центральным пикселем. Ну, смотрите, сейчас постараюсь это очень аккуратненько нарисовать. Вот таким вот образом. Вот у нас наша матрица, она наложилась. И мы работаем, вот мы хотим знать значение этого пикселя. То есть это будет либо 0, либо 255. И смотрите, если в нашей области есть хотя бы 1,0, то это будет нулем. А тут соответственно вот 0, вот 0. Если хотя бы 1, вот в этой рамочке у нас нолик, то тут тоже будет 0. и вот здесь серым вот серым вот здесь вот тут у нас результаты рози. Показаны пиксели вот эти вот которые уйдут. Мы все пиксели серые вычеркнем. Соответственно когда мы с вами накладываем матрицу ну вот такую вот то вот эти вот пиксели у нас соответственно благополучно уходит в данном случае вот это пиксели у нас уйдет потому что мы для него значение вычисляем потому что здесь хотя бы 10 а вот если мы вот так наложим то здесь все пиксели 255 соответственно вот это значение будет 255 это я думаю понятно я думаю что это понятно результат дилатации в общем-то он противоположный и он нужен для того чтобы вот эти все внутренние то есть вот эти внутренние дырки на нас интересующем изображении убрать чтобы вот это все убрать то есть получить вот такое красивенькое изображение мы соответственно как дел действуем вот у нас опять рамочка замечательная ну не рамочка а наш фильтр и вот какое будет значение даже ну да для вот этого пикселя как он будет какая логика если хотя бы один элемент 255 то это будет соответственно 255 более интересен вот этот вариант вот такой то есть какое здесь значение будет 255 почему потому что вот этот вот 255 хотя бы один есть все 255 вот видим вот тут это получается тоже результат вот это вот серая это добавленная область будет это будет результат добавления то есть мы увеличиваем вот эти белые области мы их увеличиваем расширяем белую область с помощью результата дилатации и осталось еще две открытия и закрытия это по сути дела применение операции эрозии дилатации в разной последовательности операция открытия что она делает она сначала уменьшает области белые а потом их увеличивает зачем это нужно вот здесь вот как раз эти примеры если у нас много разного шума вот такого вот самое лучшее что это сделать его убрать это сначала вот открытие сначала мы применяем эрозию то есть эрозия вот это все нам убьет с этой белой штуки но она уменьшит вот эти вот области то есть вот этот кругляшечек будет вот такой маленький вот это изображение тоже будет поменьше короче ну и так далее а нам нужно чтобы оно сохранило исходные размеры соответственно после этого мы прибавляем операцию применяем операцию делотации и вот эти вот области они у нас увеличиваются а вот эти у нас не будут увеличиваться потому что их на первой итерации мы уже убрали их уже нет в случае закрытия другая картина мы сначала применяем операцию расширение изображения то есть дилотацию а потом розии когда мы расширяем изображение то есть дилотацию а вот эти черные мы их соответственно закрашиваем все дела раз закрасили но у нас исходное изображение но станет больше она станет вот таким вот таким и это все будет тоже белом отза вся область на тоже будет белой нам этого не нужно нужно чтобы вот эта белая область сохранила свой исходный размер соответственно при мне морозе которая сузит это изображение вот получается до исходного и получится вот такой вот красивое изображение которое вот с правой стороны потом значит мы рассмотрим зачем это надо а пока литература какая у нас есть лекции интуито там на русском языке много чего рассказано вот потом у вас будет задачка задача следующее нужно будет выделить вот вам дан такую картинку мандерцев надо будет конфетки находить по цвету соответственно выделять синий желтый оранжевый так далее то есть какой-то результат должен быть примерно такой вот здесь выделен только желтые вот здесь выделены только зеленые ну и так далее вот это вот вам нужно научиться будет делать и вот здесь вы как раз таки примените вот эти операции закрытия открытия как один из шагов вот но это будет ваша задачка на дом а сейчас мы с вами опять переходим практике сейчас с вами мы напишем классный код который делает следующее сейчас я ненадолго выйду из тумана а нет запустил я не то вот значит этот код вот он я он выделяет вам синий цвет вот у меня видите вот наушники вот здесь вот они синего цвета вот он почему-то думает что глаза у меня тоже синие не знаю почему вот у меня вот есть вот такая замечательная вот . вот она вот такая на получать синего цвета и мы как раз его выделили вот это белая это маска вот эта самая маска про который я говорил это бинарное изображение то есть все что белое нас исходное изображение все что белое она будет на выходе иметь тот же цвет что и на исходном изображении а то что соответственно черное то будет это то будет подавлено ну и как видим мы в общем угарить не супер хорошо работает то есть есть ложные срабатывания вот допустим вот она черная ну какая такая сероватая в общем она у меня тоже выделяется эта часть выделяется наушники очень сильно выделяются вот ночью надо давайте напишем вот этот код замечательный создайте пожалуйста новый файлик нам из того что напишет не против 2 код мы будем писать в реальном времени за сайт вместе с вами и первое что нам нужно это подключиться к камере если у вас камеры нет надеть какой картинку просто статичную и выделяете на ней цвета какие-нибудь но попытайтесь там синим найти картинку в принципе здесь не так уж важно какой цвет вы будете выбирать первое мы создаем переменную которая будет до плохо что они не подсказывает идея крепче дальше мы указываем 0 0 это для какой камеры вот у меня сейчас система подключена всего одна единственная камера юсбишная поэтому я не смело указываю 0 если было бы там две камеры я бы мог поставить допустим один я бы получил изображение со второй камеры так как у меня всего одна камера то я оставлен 0 теперь смотрите что такое видео вообще но видео это поток фото дамы мы нам обрабатывать мы с вами делаем бесконечный цикл котором постоянно будем обрабатывать картинки как я буду периодически поглядывать что там я делаю да смотрите у нас есть камера мы захватили изображение изображение с камеры создали объект в котором хранится следующие вещи первый параметр нам не нужен первый параметр это давайте распечатаем по моему это статус true или fold будет сейчас посмотрим и и фрейм это наша картинка вот здесь мы с вами используем уже знакомую нам функцию им шел название картинки название окна точнее и как а какая картинка будет рисовывать вот сюда тут конечно же запятая теперь нам нужно из этого цикла выходить как-то он у нас бесконечно нам нужно его прервать когда в там доезд и мы поэтому с вами используем вот такую замечательную вещь в эти один вот этого мы не передавали параметры в эти это это миллисекунды мы здесь указываем дальше если наш ключ который то есть он ждет нажатие какой-либо клавиши а вот следующим условием if мы указываем какой именно клавиши и эта клавиша не 27 клавиши escape они и номер 27 мы делаем break break соответственно нам прерывает наш бесконечный цикл и все дела в кучу здесь мы уже пишем знакомые нам функции destroy windows видите вам повезло что у меня он не подсказывает мне приходится полностью прописывать все слова вот и дальше мы с вами вот здесь захватили ресурс данном случае камеру и вот здесь мы этот ресурс освободили вот такой у нас будете замысловатый код я не тот запустил теперь это запустил и вот видите он нам пишет что он не имеет такого атрибута потому что я неправильно сал а вот он нам здесь пишет true true это вот наш статус то есть изображение или нет изображения но мне этот параметр не нужен поэтому я ставлю прочерк я еще другая хитрость писать вот так это уже с точки зрения именно питона то есть я здесь говорю что мне интересен только 1 1 параметр ну соответственно второй параметр нужно браться из единиц вот либо так либо так хорошо вот мы с вами благополучно соответственно выделили получили изображение теперь давайте и в это изображение мы с вами это преобразуем мы с вами будем работать с формате hcv я до этого говорил что в этом формате хорошо выделять цвета соответственно пишем hcv равняется себе 2 . свиту крана тут нас фрейм у нас а какое изображение было green red tool hcv вот и давайте выведем это изображение исходная уже не буду брать вот она аромата hcv вот здесь по ему будет проще выделить синий цвет это тот который нам нужен как счетом прикрою сейчас вот хорошо как же мы это будем делать принципе на все про все у вас есть там целый урок есть на сайте опан силе нам здесь нужно сделать следующее нам нужно маску установить с вами первое что необходимо это понять какой цвет мы будем искать и как мы его найдем для этого я сделаю следующее мы не будем просто так брать эти параметры я сейчас импортирую библиотеку нам пай которая нам для для это дальнейшем пригодится сейчас так так сейчас мы как сайт обратимся первоисточнику да да нас блогу играет 255 0 0 ой вот потом вот этот арси вот этот был этот пиксель 1 мы перейдем формат hcv я назвал это результатом скопировать эту функцию сюда передам ей blue а потом распечатаю этот результат вот и все вот и все нет маги не сработал а я там с размерностью не угадал то в общем не все так просто с размерностью у нас тут h3 квадратные скобки в общем я сейчас указываю какая логика сейчас я вам наверно логику объясню я укажу вот у меня есть вот это вот изображение которое вы сейчас видите так я укажу какое какие пиксели выделять то есть условно говоря а я задам нижнюю и верхнюю границы и все что будет между этими границами я буду пропускать все что вот все что выше границ будет 0 все что ниже будет 0 все что будет в этих границах то будет у у меня единичкой ну или там 255 потому что меня бинарное изображение 255 идет и тем самым я с вами я смогу настроить маску вот и мне как раз таки вот он подсказал вот эти вот самые значения вот эти вот от них то я сейчас и буду с вами рассуждать пишем верхняя граница а здесь логика я беру вот эти 120 и вычитаю 10 получают 110 дальше я пишу 100 100 и просто такое правило есть где его можно взять вот здесь вот how to find hc value to track вот у нас вот я получил число для зеленого тут пример 60 вот соответственно вот это 60 это h минус 10 и h плюс 10 тут написано 100 можно использовать 50 можно 100 вообще на самом деле вот эта штука сразу скажу она не так хорошо работает то есть вот это вот правило оно не прям какие супер пуперская и вы не будете проблем знать когда вам нужно цвет выделить такого не будет в реальности вам нужно будет прям сильно поиграть с этими вещами ну в общем для таких простых цветов ну в общем для таких простых цветов она может хорошо работать так соответственно у нас 110 130 все наша маска так сказать настроена верхняя нижняя граница теперь мы с вами вызываем одну функцию вот эту маску создаем си 2 . и на пин рейн что есть вот как я и говорю все что в значении вот в этом диапазоне у нас будет то мы пропускаем все что между мы передаем изображение в формате hcv где она создается правильно строчка ниже перетаскиваем это наверх и дальше мы указываем верхнюю нижнюю границу сейчас посмотрим до снял брат нижнюю и верхнюю вот все после этого мы с вами применяю логическую операцию битвайс есть несколько вариантов есть вариант end есть вариант ор по моему хор есть тоже и так далее в общем их несколько для какого изображения указываем фрейм фрейм и маску для нашей маски давайте этот результат с вами и напишем описание выведем посмотрим так вот классно видите хорошо настроили замечательно просто мне тоже нравится вообще ничего не видно но и и и и и и и и и вот знаете чем ошибка в том что я неправильно указал границ может конечно мне уже написали бы в общем я об указал нижняя да он указал верхний понятное дело ничего не заработало продолжает ничего не работать ну вот самая интересная такси часть и начинается так давайте это все дело от ладе отмаживать давайте 50 попробуем может быть это значительно влияет так чтобы несколько ускорить этот момент пока я разбираюсь почему мне не работает вот код который работает я вам только что показывал это поможет вам во первых скопировать код давайте с вами маску распечатаем так хорошо это работает да я просто неправильно границу когда очень если вы границы неправильно указываете вас вообще ничего не работать не будет вот я все правильно указал все границы у нас все очень заработало и так еще разочек верхняя граница получаем это значение 130 255 255 нижняя граница 110 50 50 еще рассмотрим вот сюда как найти эти значения на примере зеленого соответственно в принципе вы можете таким же образом воспользоваться и вот эти 60 мы отнимаем 10 и и прибавляем 10 можем что попробовать вот видите у меня соответственно во первых пропали синие глаза вот и сейчас это действительно лучше то есть сейчас поменьше шумов нету здесь синие элементы они тоже видны и видны вот эти синие элементы глаза уже меньше выделяются как при значении 50 вот вот и все так давайте еще разочек разберемся что у меня там у нас тут написано есть соответственно захват камеры вот дальше бесконечный цикл идет и мы читаем камеру в значении фрейм у нас хранится картинка текущая картинка текущий кадр я преобразую формат hcv далее задаю нижнюю верхнюю границу все что ниже мы фильтруем все что выше мы тоже фильтруем все что между нам интересно составляю маску то есть я беру hcv даю ему нижнюю границу даю ему верхнюю границу он не нарисует маску маска у нас бинарное изображение где есть нолики и 255 дальше следующая операция что она делает я беру исходное изображение и если у меня в маске на этом пиксель 0 значит я этот пиксель за делаю черным если у меня вот в этой маске значение этого пикселя 255 я значение этого пикселя передаю без изменений за счет этого мы можем с вами видеть вот это вот ну эта маска на самом деле у меня здесь нарисованы если результат показывать то вот будет виден непосредственно вот этот синий элемент видите если значение белое значит на выходе будет синий цвет тот который в общем в исходном изображении это вот наш результат ну а дальше мы это все дело изображать изображаем войдки ждет нажатия какой-то клавиши одну миллисекунду и за счет этого если мы тут 0 поставим у нас ничего не заработает вот видите он работает только когда я нажимаю стрелочку ну стрелочка то есть что-то даю соответственно тут окно приковое число какую-то миллисекунду он ждет если это к равняется 27 27 это escape вот так же здесь можно по-другому еще проверять функция орд она в аске символ ой аске символ да по-моему допустим частое шагер р-р большое за перманику если на r нажму то я буду выходить из цикла вот я на r нажал вышел из цикла можно так еще сделать вот но площадь по классике из 20 папой скипе выходит брейк мы прерываем бесконечный цикл и закрываем все окна и освобождаем ресурс камеры вот все дело в ткань простенькой со вкусом значит вам что нужно будет сделать вам нужно будет вы выделить вот такие вот мандем сины по цвету крайне простая крайне полезная задача подобрать для зеленого для желтого как раз таки поиграете со всем с этим на практике во границ как вы определили вот сюда мы лезем how to find htv value вот так мы и определили границ и и